МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это опасность жизни не только самого водителя, но и других участников дорожного движения, в том числе детей. Чтобы в очередной раз напомнить это самарским водителям, инспекторы ДПС провели рейд и проверили автомобилистов на трезвость. В ходу общения уже можно выявить один или несколько признаков у водителя, такие как запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица, шаткая походка его, поведение соответствующей обстановке. Мы можем также сопроводить на медицинское освидетельствование. В ходе которого уже будет установлен факт управления транспортным средством с наличием алкоголя, либо нет. А вот отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя аналогичен уже установленному факту вождения в пьяном виде и влечет за собой лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Если в течение года водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии, в отношении него уже будет возбуждено уголовное дело с возможной мерой наказания лишением свободы на срок до двух лет. Если водитель, будучи управляя транспортным средством в состоянии объединения, допускает наезд на пешехода, в результате чего, если пешеход получает у нас тяжкие телесные повреждения, то ему грозит уголовная ответственность. И помните, что дорога и пьянство ошибок не прощает. В ходе рейда инспектор проводит выборочную проверку. Если водитель развернулся, увидев экипажа, то его точно догонит и остановит. Благодаря таким профилактическим рейдам ДТП с участием нетрезвых водителей должно стать меньше.